Приветствую всех, уважаемые любители аудиотехники Hi-Fi. Это Hi-Fi Stereo.org, выкуп аудиотехники Hi-Fi. Этим видео хочу продемонстрировать наличие и работоспособность усилителя для домашнего кинотеатра Integra, в составе которого модели предусилителя DHC80.1 и усилитель мощности DTA70.1. Усилитель мощности 9-канальный, с входами RCA и XLR, а предусилитель тоже многоканальный и с входами HDMI, и с сетевыми функциями, и с обычными цифровыми входами, как оптические, как сиальные. Все работает, все проверено. Сейчас у нас звук идет с фронтальной флешки. Вот у нас здесь написано, работает USB Digital. С фронтальной флешки идет сигнал. Все проверено. Коротенько я просто все разъемы, провода уже подключены. Я коротенько просто повключаю входы, соответствующие подключенным цифровым проводам, по которым идет сигнал, и покажу просто, что вход срабатывает, распознает сигнал, и звук идет. Сделаем немножко погромче. Вот главный, основной вход. Это DVD-DB. Это HDMI-1. Нажимаю. Вот ищет HDMI. Нашел. Нашел HDMI-сигнал. Распознал, включил. Сейчас у нас включено обычное стерео. В режиме... Я люблю больше режим Директ, но в режиме Директ вот эта опция не будет работать. Я хотел показать то, что в обычных режимах есть опция включения тембр-блока. Вот такая кнопочка тон и плюс-минус. Нажимаю тон. И вот этими кнопочками плюс-минус регулирую добавить или убавить бас, либо верхние частоты. И в скобочках написано, видите, еще фронт. Потому что... Если дальше... Так, сейчас пойдет следующая песня. Если дальше нажимать вот эту кнопочку, тон, бас-фронт, трибл-фронт, бас-центр. Видите, то есть по другим каналам можно тоже отрегулировать тембр-блок. Тембры. Трибл-центр. Бас-сурраунд. Трибл-сурраунд. Бас-сурраунд-бэк. Трибл-сурраунд-бэк. Бас-сабвуфер. Трибл-сабвуфер, к сожалению, нет. Если кому надо. Вот. Получается, последнее нажатие мы вышли из режима регулировки темброблока. И включился режим обычный стерео. Вот сейчас у нас стерео. Левый, правый канал и сабвуфер включены. Можно включить просто режим директ. Это режим окружающего звучания. Оркестра. Обычный директ. Два канала. Никакие регулировки не работают. Вот. Сейчас у нас сигнал идет по HDMI. выход с предусилителя взят обычный аналоговый и бросается на усилитель мощности аналоговый сигнал. Сейчас зайду чуть попозже сзади усилителя и покажу, как там устроены там провода, разъемы. Значит, коаксиальный. Коаксиальный провод сейчас подключен на входе ВСР-ДВР. Вот, включаю его. С того же самого проигрывателя, вот с этого вот Sony Blu-rayного проигрывателя, с обычного компакт-диска стерео идет сигнал. Я одновременно взял сигнал и по HDMI, и оптический, и коаксиальный. Сейчас вот по этому входу ВСР-ДВР идет цифровой сигнал по коаксиальному проводу на коаксиальный вход. И вот отображается, значит, диджитал. Далее. Оптический сигнал. Я потом на задней панели все это покажу, что эти провода подключены. Оптический сигнал по входу CD. Тоже сразу быстро распознал сигнал. Вот диджитал. По оптике идет. Обычный стереорежим сейчас включен. Ну, тут тоже на этом входе CD все это работает. Многоканальные вот эти вот все режимы. Все каналы проверены. И на усилителе мощности, и на предусилителе. Полканал стерео. О, директ. Да, вот на усилителе мощности, видим, есть царапинки такие. Ну, это учтено в цене. Это, в принципе, не критично, не страшно. Это можно подкрасить владельцем на пожелание владельца. Если ему, новому владельцу, это будет мозолить глаз, он подкрасит. Вот. Мне это не нужно. Я смотрю на то, чтобы все работало и было качество звука. Вот. А то, что там пару царапок, это, ну, не критично, не страшно. Ну, для меня. Для кого-то, может, не так. Так, значит, у нас сейчас, по-моему, оптика подключена. Ага, оптика. Вот мы выдергиваем. Вот он оптический сигнал. Вот как взял то, что мы включали на входе VCR, DVR. Вот таким образом задняя панель устроена. XLR-ные выходы тоже есть по всем каналам. Вот наш HDMI подключен, который мы тестировали на входе DVD-BD. Это вот как раз он, IN1 отмечен. Вот взят аналоговый сигнал с фронтальных каналов и брошен на усилитель мощности. И вот с усилителя мощности провода на бананах идут на колонки. Эти все каналы проверены. Вот есть вход XLR-RCA. На каждом канале усилителя мощности. Сейчас подождем, когда музыка пойдет. Может, чуть-чуть погромче сделаю. То есть вот режим работы... Это, наверное, все-таки потешу, потому что слишком громко, а там колонки подключены все-таки полочные. Режим входа переключается вот просто рубильником XLR или RCA. Вот я его сейчас вырубаю правый канал. Вырубаю левый канал. Музыки нет. Врубаю правый канал. Левый канал. Все работает. Все-таки сделаю, наверное, потише, потому что уже слишком громко там разыгралась программа. В общем, считаю, усилитель очень качественный, поскольку очень развитой функционал, высокая мощность, отличное качество звучания. На предусилителе очень много функций, много входов, цифровые входы. То есть на борту очень качественный, хороший ЦАП. HDMI разъемы все работают, сетевые функции работают, USB работает. На борту, опять-таки, есть, помимо просто входов и развитого функционала, есть еще и свой плеер. То есть мы флешку воткнули, он воспроизводит. Также жесткий диск воткнем и будет воспроизводить музыку внутренним проигрывателям. Вот этот вот предусилитель. Я их продаю по отдельности, выставляю объявления по отдельности, но если покупать комплектом, это будет намного-намного дешевле. Будет большой дисконт, ну, что и отображено в объявлении. Вот. Качество очень хорошее, мощность высокая, цена комфортная. Ну, в особенности, если учитывать, что на вторичном рынке сейчас просто пусто. Вот. Рынок убитый совершенно в анабиозе. Вот. А на первичном рынке цены совершенно недоступны, просто не подступится ни к чему. Так что, вот. Все проверено. Пользоваться предметом достаточно просто. Никаких тут архи-сложных настроек нет. Ну, может быть, для меня, поскольку я привычен возиться там с ресиверами и процессорами. Вот. И на это, в принципе, внимания, наверное, особо можно не обращать. Вот. Так что, вот такой вот комплектик. Комплектом или по отдельности можно приобрести за наличные деньги. Ну, комплектом, что интересно, это будет выгоднее. С большим дисконтом комплектом это приобретается. Вот. Опять-таки, если не хочется платить полную сумму деньгами, можно рассмотреть обмен. Обмен на часы, на провода, на комплект проводов, на комплект устаревшей там аудиотехники, которая вам на сегодня уже не нужна. Старые ваши какие-то ресиверы, колонки, сабвуферы, ну, любые хайфа-компоненты, наушники, там, портативные плееры. Это я все без проблем возьму на обмен. Единственное, только договориться по цене. Вот так вот. Это будет и минимальная доплата, можно и без доплаты, если мы по цене попадем. Вот. А может быть и доплата с моей стороны, если, к примеру, стоимость ваших вещей там превысит стоимость вот этих вот двух компонентов, вот этих вот двух плачков. Так что вот так вот. На этом я осмотр заканчиваю. Опять-таки, оценить качество звучания мы по YouTube не можем, поэтому, ну, болтовня без остановки. Качество звучания оценивается только дома, в комфортных условиях, после полных прогревов и полной адаптации, полной настройки. Вот. Тут мы полагаемся на то, что это очень сильный дисконт от магазинной цены. Вот. И на то, что все работает. А этим видео я хотел отобразить только, ну, по большей части, только то, что вещь в наличии, но и частично, хотя бы, отобразить работоспособность. Вот, попереключал входы, мы увидели, что HDMI ловит, включается, все без тормозов, цифровые входы все срабатывают, все ловит, и по USB работает, то есть, если можете, работает. Все каналы у меня проверены были, вот, все работает, все отлично. Так что, на этом видео буду заканчивать, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь, попробуем договориться, если вы хотите сделать обмен, если не хотите платить полную сумму, ну, если проще купить просто за деньги, пожалуйста, можно, вот, оплатить, забрать в любой момент, практически, вот, вещь пока в наличии, доступна к продаже, вот, приглашаю к переговорам, за внимание, спасибо, на этом видео заканчиваю, до свидания, удачных покупок, еще раз спасибо за внимание, до свидания, до связи.